Та ситуация, которая произошла, я сам, как уже говорю, то есть многие годы мне не интересен телевизор, я его не смотрю. Радио тоже. Я даже, когда оказываюсь где-то в машине, там включено радио, я говорю – пожалуйста, выключите, я лучше подумаю, попишу, почитаю то, что для меня важно. Но я раз в день просматриваю тот же самый Яндекс, буквально там 5-10 секунд, мне нужно пробежаться, что вообще какие-то ориентиры и раз в месяц стараюсь экономически один журнал читать, что вообще чувствовать, понимать. И здесь, когда я увидел, там было написано то, что вот женщина в хиджабе, то есть обычно я не читаю подробности, тут я несколько абзацев быстро пробежался. И, конечно, был просто такой, с одной стороны маленький шок, с другой стороны к этой дикости, к увязыванию преступлений с исламом или с мусульманской культурой. Мы, наверное, ну не дай Бог, что мы так к этому привыкли, да, но это уже настолько всем надоело, мы настолько этим наелись уже. И хорошо, потом уже как бы просто в общении там за бедом с сотрудниками, понимая уже какие-то нюансы или с кем-то общаясь, услышав здесь и там какие-то нюансы. Один из сотрудников хорошо сказал, один из работников СМИ известных, он сказал в комментариях этой ситуации, то, что, ну смысл такой, о чем я в общем-то в том числе у Соловьева на передаче говорил, людям показывали вот это вот убийство, насилие, да, отрубание голов. Я даже помню в 90-е, когда я еще смотрел телевизор в конце 90-х. И вообще, вот у меня до сих пор в голове это осталось. Так, когда еще была вторая членская компания, это прямо вот по телевидению показывают отрубание головы и крики Аллаху Акбар. И здесь это чистой воды нейробиология. Когда ты такие картинки запускаешь через свои глаза, и звук этот Аллаху Акбар через свои уши, мозг это откладывает на подсознательном уровне, и ты это уже никуда не денешь. Но когда ты это видишь и 10 раз, и 100 раз, и 1000 раз, и потом у тебя все это в голове прокручивается в легкую. Те, кто никакого отношения не имеют к мусульманской культуре, могут какое-то преступление совершить с криками Аллаху Акбар, потому что у них там либо крыша съехала, либо у кого-то шоссофрения, либо кто-то там вообще, у него какой-то нервный какой-то срыв. Его научили не в мечети, я в том числе не раз говорил. Ни в европейской мечети, ни в американской мечети, ни в какой-то арабской мечети, ни в российской мечети, ни в азиатской мечети, этому не научат. Но телевидение на подсознательном уровне это отложило. И вот эта женщина сегодня говорила как раз с Муфтием Москвы, нашим Эльдаром Хазратом. И он как раз сказал сейчас во всех мечетях, общинах вот это вот объявление делается очень-очень хорошая акция. Я вчера о ней узнал, и он говорит, что отец этой женщины, у которой диагноз по сути дела – шизофрения. И она, как я понял, стоит на учете в диспансере психоневрологическом или каком-то. Вот эти все нюансы интересны. То, что отец этой женщины, убийцы в итоге оказавшиеся. Отец говорит, она никогда не одевала платок, она никогда не читала Коран, она вообще этим не интересовалась. И в мечеть никогда не ходила. То есть религиозности в ее жизни вообще не было. Она в мечети не ходила, мадресы не посещала, платок не одевала. Намаз никогда не читала. Но телевизор она смотрела. Это уже я добавляю. И для средств масс-формации здесь не мусульмане должны себя чувствовать виновными. Должны себя чувствовать виновными, если у них в совести есть работники СМИ, которые работали в СМИ последние два с лишним десятка лет. И людей учили совершать подобные преступления подобным диким образом и с криками Аллаху Ак-бару. Это учеба происходила, очень масштабно и очень активно. И даже интересно один человек сказал, оказывается я опять же не отслеживаю СМИ, но просматривая свои вот это вот, просматривая свой Фейсбук, порой людям что-то отвечаю. И там параллельно вышло то, что оказывается подобное преступление совершил один из работников какого-то из московских ЧОПов, охранной фирмы по охране. Он настолько напился, возможно, на Рождество, как раз на Рождество, то есть он пил с Нового года и он просто-напросто зарезал свою жену, семимесячного ребенка и отрубил им головы, обезглавил. То есть мы тогда вот этого особо не слышали, это прошло в средствах информации, прошло и ушло, потому что это дикость. Здесь тоже дикость, но суть в том, что здесь просто важно понять работникам СМИ понять и те, кто влияет вообще на СМИ и те из нас с вами, кто завтра окажется работниками СМИ либо политиками, мы должны понимать, что и религия, и нейробиология, и психология, эти все вещи очень здорово взаимосвязаны. Вообще просто, даже если человек атеист, у него обычная голова. Если ты ему будешь показывать постоянно преступление и я, для него это станет нормой и он рано или поздно это сделает, как этот же самый работник, который обычный. Вообще, я не знаю, кто он там, христианин, атеист, да мне не важно. Человек, который охранник, он обезглавил опять же свою жену и своего маленького ребенка и все, и скрылся. Поэтому, но он-то в нетрезвом состоянии это сделал на основе того, что у него уже было в подсознании. Он это сотни тысяч раз видел по телевизору и это все очень эффектно звучало и выглядело. Поэтому, нам с вами оздоравливать современное общество, работа еще очень много, очень много, оздоравливать и хороший пример, и доброе слово. Оздоравливать, объяснять, пояснять, доносить, практиковать. Нам многие десятки лет вперед, чтобы изменить вот эту подсознательную картинку, это такое же количество раз, по сути дела, а как обычно говорят, да, критика. Одно что-то плохое сказал, нужно вместо этого 4 минимум хорошего сказать, чтобы компенсировать это плохое. Если тысячи раз они увидели, что вот там, Аллах икбар, кому-то голову отрубают, теперь люди должны увидеть десятки тысяч раз, как красивые мечети, красивые мусульмане, красивые платки, мусульманские достижения, мусульманская культура, молодцы, они, часть нашего государства уже десятки тысяч раз, хоть чуть-чуть чтобы поменять ситуацию в головах общества вообще. И это процесс, и нам с вами нужно в том числе в этом участвовать. И вот эта акция, мне очень прямо, даже я вчера прочитал, сейчас во всех мечетях это объявляется, я даже не стал что-то добавлять еще. Сама акция, как раз сегодня, 4 марта 2016 года, за благословение муфти шейх Равиля Гайнуддина, то есть, непосредственно моего руководителя, в том числе, объявлен благотворительный сбор средств в мечетях и общинах города после пятничной молитвы. Напомним, 29 февраля в Москве произошла страшная трагедия. От рук своей няни погибла 4-летняя девочка. В духовном управлении мусульман Москвы уже выражено соболезнование семье в связи с постигшей горькой потерей. Здесь очень важный нюанс, вот я сам раньше не понимал, когда у Соловьева на одной из передач был, он сказал, смотрите, когда что-то, какое-то преступление происходит и СМИ начинают увязывать это с мусульманами, вас-то мусульман не слышно. Я даже об этом не задумывался, потому что я-то не увязываю это преступление с Исламом. Моя голова не понимает, тут что я должен оправдываться, что-то опровергать или объяснять, потому что для моей головы преступление, оно с Исламом никак не связывало. Но Соловьев прав, он правильно сказал, да. Вы мусульманин должны реагировать, потому что люди остальных национальностей, вероисповеданий, если вы не среагировали, они думают, что у вас это нормально. Это другой совершенно взгляд. Да, я как бы нахожусь в мире мусульманских ценностей, для меня это не нормально, да, но для тех людей, которые вне мусульманских ценностей не находятся, они смотрят телевизор, они думают, что если ничего мусульманин не сказали. И поэтому хорошо, здесь было несколько реакций, даже на второй день я видел ролик муфтии Москвы Дархазрата, где он четко тоже по этому поводу сказал, в интернете он пошел этот ролик. В СМИ тоже была реакция мусульман и мусульманского духовенства. Это очень хорошо. И вот эта акция, вот эта акция тоже хорошо, что ее организовали. То есть в духовном управлении мусульман Москвы выражено соболезнованной семье, в связи с этой потерей от имени всех мусульман, и будет оказана материальная помощь. Но там же и ребенок погиб, и еще и поджог. Родственникам девочки будут переданы средства, пожертвованы прихожанами московских мечетей и общин. То есть я это сам с удовольствием. Это не вопрос, что мы что-то оправдываемся. Вопрос того, что мы понимаем всю эту дикость, но мы не просто понимаем, мы не просто реагируем словами, а мы еще в том числе и поможем этой семье, чтобы она понимала, что мало кто так сделает. Но мы мусульмане это сделаем. Поэтому здесь вместе с тем акция станет символом духовного единения перед лицом горя, целой семьи и всего потрясенного до глубины души российского общества. И вот здесь очень важный момент уже. Это для СМИ в том числе было распространено. Прискорбно, что преступление, выходящее за рамки понимания с точки зрения как общечеловеческой морали, так и религии, преподносится как совершенное человеком, относящим себя к исламскому вероисповеданию. Мне кто-то из сотрудников сказал, что это Аллах ей так приказал. Для обычного не мусульманина эти слова вообще в шок. Мы понимаем, что человек больной, а вот христианин не поймет. Но я со вчерашней, когда об этом узнал, Всевышний мне дает материнный достаток. Я периодически думаю, как я могу его использовать. В этом, в этом, в каких-то разных городах, бываю в разных странах. Здесь, мне кажется, я особо никак не включен в христианское общество. Я постоянно хожусь среди мусульман. Но вот эта акция, мне позволяет определенным образом нести вклад. Это можете не участвовать, это же абсолютно, это просто там человек будет в зале один человек и на улице один человек будет, который пакет у него, в разных общинах это соберут и придадут это семье. И я считаю, что это будет огромный большой плюс. Я считаю, это чисто мое мнение. И как мусульманин, я вижу в этом очень благое, важное дело. Это реально для многих людей, вообще перевернет их мозги, просто перевернет и скажет, мусульмане по сути дела вообще тут ни при чем. Да все знают, что они ни при чем. И христиане, и иудеи, все знают, что мусульмане здесь ни при чем. Но они такой шаг сделали в противовес вот того плохого, что о них говорится. Это перевернет. Это может очень серьезно перевернуть голову. Поэтому в данном случае здесь говорится не только факт официального признания женщины невменяемой, но и то, что жизнь для верующих является неприкосновенной и священной, не оставляет сомнения. Моральный облик посягнувшего на беззащитного ребенка бесконечно далек от истинной принадлежности к какой-либо из мировых религий. То есть этот человек, эта женщина-убийца никакого права вообще, никак невозможно и СМИ не имеет права относить ее к какой-либо вере или национальности. Но в то же время, мне буквально сегодня занесли бумажку. Мы с вами находимся в определенном таком жизненном процессе. Периодически, я не знаю, это у меня так получается, может, каждый из нас так подстегивает, что живи каждый свой день, как будто он последний. Поэтому стараюсь и рано встать и каждое утро что-то в своих интеллектуальных вопросах двигать. Я думаю, каждый из нас что-то старается каждый день делать и успеть, пока мы живы, что-то довершить до конца такое, что будет после нашей жизни работать и приносить другим пользу. Потому что в том числе, мне дали бумажку. Я не знаю, кто это пришел, но попросили и вот все. Потому что суть, пятеро молодых ребят, шестеро молодых ребят ехало в машине. Шестеро. И вот пятеро из них буквально, они просто ехали. Но видно, где-то чуть-чуть гололед. Хотя ехали, по экспертизе показала, ехали всего 60 километров в час. Но чуть-чуть видно, где-то что-то их развернуло. Их поворачивает машину и прямо грузы полностью развивают эту машину. Пятеро сразу насмерть. Если раз попросили Рушан, Наиль, Фаниль, Ислам и Рашид за них два почитать. И двое из них, я вот здесь вижу, это просто два родных брата. Для родителей это громадный удар. Там ребенок, сколько-то там лет, здесь авария, еще что-то. То есть здесь периодически, шестой он в реанимации. Здесь нюанс, конечно, задумываешься, когда вот такая моментальная смерть для самого человека – это легкий путь сдачи жизненного экзамена. Мне бы, конечно, честно говоря, и хотелось бы. То есть легкий путь. Тогда ты, даже когда у меня операция была, просто закрываешь глаза, шагаду прочитал, и думаешь, может, я не проснусь. И все. Всевышний порой нас возвращает. Но, например, с одним человеком я общался, даже специальное видеообращение для него сделал, он попал в аварию, и его значительным образом парализовала одну часть его тела. И он говорит, я испытываю невыносимые боли днем и ночью. И вот здесь уже, да, это тяжелый экзамен, когда уже 5 лет он испытывает такие боли, физические боли, очень сильные. Без лекарств он не может просто, молодой парень, 36 лет. Поэтому, одному Всевышнему Венному, все вот эти нюансы мудрости жизни. Весь вопрос того, что мы делаем, что мы говорим, как мы поступаем, как мы выбираем, за что и будем спрошены в Судный день. Когда я вчера задумался, как я буду участвовать в этой акции. Я в том числе вспомнил аят, где говорится . То есть закат направляется вот этим, вот этим, вот этим. И тем, кто не мусульмане, но близки к Исламу, чтобы смягчить их сердца. То есть, по сути, в моей голове сработал именно этот аят. То есть выделить какую-то из личного бюджета сумму, чтобы она пошла именно, как смягчение сердца. Тем более, если из СМИ, это может смягчить очень большое количество людей сердца в адресе славы мусульманской ценности. Это очень тонкий, но очень важный ход. И два аята. Пятая сура, 32 аят, не раз цитировался . Мы не раз это цитировали, все эти 20 с лишним лет. То есть, кто убьет человека, кто убьет душу не за душу, не за преступление. То есть, не повинны, убиены. Кто убьет другого человека , то подобно, как убил все человечество. Причем здесь говорится, душа не конкретизируется религиозная, нерелигиозная. Такая конфессия, такая национальность, такое вероисповедование. Абсолютно. Кто убьет человека, то подобно, как убил все человечество. То есть, грех огромен. Это пятая сура, 32 аят. И пятая сура, 2 аят . Друг другу помогаете во всем хорошем. . Но не помогаете друг другу в грехе и вражде. То есть, пятая сура, 2 аят известный и очень важный. . . . . . . . Продолжение следует...